Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос пишет человек, которая поступила в университет далеко от своего дома, безумно скучает по дому, но в то же время не может перевезти в университет до ближе к дому, потому что если она это сделает, то боится разочаровать как своих родственников, которые очень были рады за нее, когда она поступила на бюджет в этот университет, так и саму себя, потому что тоже хотела учиться в этом университете и, собственно, быть в этом городе. Соответственно, она говорит о том, что помимо того, что скучает по дому, ей кажется, что она скучает по прошлому, а именно по периоду одиннадцатого класса, когда ей казалось, что она счастлива. Заканчивает свой вопрос автор, что не знает, сколько должно пройти времени, чтобы я наконец приняла новую реальность и продолжила жить полной жизнью. Ну, этого не знает никто, но зато вполне можно ускорить этот, так скажем, процесс, вполне можно его ускорить. Каким образом это можно сделать, давайте вот подумаем. Тот факт, что вы живете прошлым связан с тем, что у вас как такового нет настоящего и будущего. То есть, ну, в этом смысле вы игнорируете это время, эти времена, времена настоящего и будущего. С чем это связано? Что вы игнорируете вот эти времена, да? Это вот, на мой взгляд, весьма хороший и, как мне кажется, важный вопрос. Настоящего вы игнорируете, скорее всего, по той причине, что не доверяете себе, поэтому вы игнорируете настоящее. А будущее вы игнорируете, потому что не имеете как таковых целей своих. То есть, у вас нет, видимо, вот таких четких достаточно целей, где бы вы могли, по вашему мнению, себя реализовать. То есть, да, вы хотели учиться в том месте, где вы сейчас, это правда, вы хотели и вы туда поступили. Это очень здорово, что вы туда поступили. Но, судя по тому, что вы описываете, вы не очень хорошо понимаете, зачем этого, для чего этого. Вот, судя по тому, вы не очень хорошо отдаете себе отсчет, что он, какое значение для вас это имеет. И вот, как мне кажется, с этим, в первую очередь, нужно работать. То есть, дело здесь не то, как мне кажется, что вот вы скучаете по дому. Скучать по дому это нормально, в принципе. То есть, ну, абсолютно нормально, что вы скучаете по дому. И по своим близким, вам дорогие люди, ну, вот, с которыми вы выросли, так сказать, да. И это абсолютно нормально. Мне кажется, что ключевым моментом является то, что вы не очень понимаете, куда вы идете. И не ощущаете, что вот оно того стоит. То есть, вы не чувствуете, что то, что вы делаете, вы не чувствуете, что то, на что вы идете, стоит вот тех, грубо говоря, усилий. Вот. И, на мой взгляд, это является достаточно серьезной, так скажем, проблемой. Вот. Поэтому, с одной стороны, вы себе не доверяете. А вы, значит, чувствуете себя, ну, как бы, в состоянии, вот, такой, постоянной угрозы, так скажем. Вот. Это, с одной стороны. С другой стороны, вы не понимаете, куда идете, и, соответственно, отсюда, естественно, возвращаетесь в прошлое. Человек возвращается в прошлое, как правило, тогда, когда в прошлом лучше, в прошлом комфортнее. Вы говорите, что вы были счастливы. И вообще-то это правда будет. Вы действительно были в прошлом счастливы. Я не думаю, что в этом смысле вам можно не верить. Я думаю, что как раз-таки, ээээ, ну, например, лично я вам охотно верю, но возникает вопрос, а по какой же причине тогда вы не счастливы встречал? То есть нужно выявить, что вам не нравится в том, что вы делаете на данный момент. Вы обратите внимание на то противоречие, которое вы раскрываете, что, да, вы хотели, вы очень хотели, и, как вы пишите, хотите до сих пор быть там, где вы находитесь, находитесь, учиться там, где вы находитесь. То есть вы все вы хотите, это не изменилось, но что-то вам не нравится. И вполне вероятно, что вы сталкиваетесь с одной стороны с определенным опытом своим. Это именно, что определенный опыт ваш, это именно опыт, как бы, ну, столкновения с реальностью, где происходит такая вот, можно сказать, калибровка, калибровка ваших предпочтений. Калибровка ваших желаний, калибровка ваших взглядов, калибровка ваших ценностей. Только при столкновении с реальностью это, конечно же, становится возможным. А с другой стороны, это вполне может скрывать некоторые определенные ваши проблемы. И на эти проблемы нужно тоже обращать внимание и с ними разбираться. Например, вот тревожность, привязанность к родителям, допустим, и так далее. Все это, естественно, может выступать, ну, в качестве серьезных ограничений. Ограничений, в первую очередь, конечно же, для вас. Поэтому, на мой взгляд, то, на что нужно обратить вам ваше внимание, это, конечно, вот на эти моменты. И, что еще, важно, то, что, вот обратите, пожалуйста, внимание, вы не задаете вопрос. То есть у вас нет вопрос в вашем тексте, его нет. А чего вы, в данном случае, хотите? Вот. Ну, грубо говоря, грубо говоря, непонятно. Я тоже, вот, что вам нужно, в чем вы, условно говоря, нуждаетесь, вот. Это, вообще-то, от слова совсем здесь не ясно. Поэтому вам нужно сформулировать вопрос. Для, ну, собственно, вот, ну, для психолога. Вот. То есть с чем будет, с чем мы будем работать? А, да. Потому что такая, что ваша, вот, позиция, она в этом смысле, довольно-таки, жертв, жертв. То есть это позиция, вот, где вы, к сожалению, большому не сталкиваетесь с опытом своим личным. Не сталкивается со своей ответственностью. Даже. Вот. Это очень, эээ, печально. Вот, очень грустно, когда, эээ, подобное происходит. Но, в то же время, это довольно-таки, эээ, так скажем, понятно. То есть понятно, почему вы не сталкиваетесь с этим опытом. Как, как, так вот, получается, да, что вы, эээ, ну, боитесь этого опыта, например. Например, боитесь его, опасаетесь его и так далее. Вы не привыкли доверять себя. Ну, вот, ну, вполне возможно, что речь даже идет о том, что, эээ, вы, эээ, как бы, сталкивались в, эээ, в своей жизни с, эээ, опытом гиперопеки. Вот, и в этом смысле, в смысле гиперопеки, вам, конечно же, очень нелегко себе доверять. Вот. То есть это абсолютно, вот, ну, в данном случае, нормально. Вот. То, что, вот, вы себе не доверяете, то, что, вот, в какой-то степени, эээ, ну, вы себя, вы себя сами, эээ, боитесь. Вот. И, эээ, ну, не всегда понимаете, что вам нужно. Вот. То есть, на мой взгляд, ну, это все довольно эффективно, довольно эффективно корректируется. При том, при том условии, что человек, ну, реально, эээ, хочет, эээ, ну, как бы, с этим работать. Вот. Поэтому, вот, определитесь, ээээ, хотите ли вы, ээээ, работать, он, определитесь, ээээ, пожалуйста, ээээ, в каком направлении вы хотели бы двигаться. Вот. И можно будет, в принципе, начинать процесс в фиг-трапе. Вот, пока что я могу только дать вам такие вот вводные моменты и некие, некие общие, ну, общие такие элементы вашей ситуации. Вот, что-то в этом нужно подтвердить, чтобы как-то вот лучше понимать направление, ну, взаимодействие с вами. Эффективность, то есть, как будет эффективно с вами работать и так далее. За это все нужно, конечно, корректировать. Вот, вот то, что, наверное, хочется рассказать. Вот, сейчас с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот, и, соответственно, сказать вам обязательно, что вы большая молодец, что решили обратиться за помощью. Вы большая молодец, что начали об этом говорить. Но это только первый шаг к решению проблемы. Вот, это только первый шаг к тому, чтобы к себе добраться. А большая нужна все-таки профессиональная помощь психолога. Без этого, пожалуй, обойтись не получится. Вот, ну, а решать, конечно, вам этот момент. Только вы решаете, как обращаться со своей жизнью. Вот, за вас никто не решит, да и не нужно это. Но, на мой взгляд, ситуация ваша описана более чем полно с учетом тех данных, которые вы предоставили. Надеюсь, что это было полезно, надеюсь, что это было интересно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Это позволит вам начать двигаться к изменениям в своей жизни, вот. Ну, а я желаю вам успехов. Я желаю вам удачи. Обращайтесь за помощью, вот. И не оставайтесь наедине с тем, что вас беспокоит. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...